Всем привет, с вами Ньюи Зетсу, вы на канале Фрикаделька, а мы продолжаем играть в Хогвартс Наследнее. Да, пойдемте открывать сейф банка, всем привет. Что там нас интересного ждет? Да, который мы открываем впервые за сотни лет. Четыре сотни лет. Конечно же, все работает. У, Поттера, по-моему, поинтереснее открывался сейф. Ну, а что, это первые сейфы, конечно. Попроще, попроще. А, тут, кстати, сюда, наверное, да, в этом есть смысл. Ну и что там у нас? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А так медленно туда идет. Что именно нам нужно здесь искать? Сам не знаю. Сэр, вы не могли бы... Доступок к сейфу номер 12. Обязывает меня впустить сюда владельца ключа. После чего закрыть дверь. Постойте. Чего? Желаю удачи. Это... Воспоряжение. Да уж, неожиданный поворот. В смысле, а теперь не выйдете, что ли? Давайте подумать. Да. Здесь наверняка что-то... Пожалуй, ревелио. Ревелио? Ревелио? Проявляющие чары. Самое время вам их освоить. Давайте поглядим, что от нас закрыто. Берите палочку и со спитоточьтесь. Гарри Поттер. Как в первых играх. Ой-ой-ой. Что-то я... А, гоним, гоним. Нет. А я... Я понял, как. Все вот типа запускаешь. Я не вижу. И погнал. Надо по... А, ты нужны, чтобы не догнала? Да. Эта штука? Опа-па-па-па. Ревелио! А что это за знак масонов тут включился? Так, нажмите какую-то кнопку. Ревелио! Вон там. Там что-то есть. Подойдите поближе и попробуйте повторить чары. Ревелио! Странно, что она сама просто не видит. Красота, как лаженство. Давай подойдем поближе, давай. Поближе. Ревелио! Какая-то дверь? Уже что-то. Здесь снова тот символ. Вы часом не знаете, как ее... Знаете, профессор? Этот символ светится точно так же, как футляр с порталом. Как удобно. Если то, что вы видите, указывает нам путь, думаю, совсем скоро мы раскроем секрет этого сейфа. Ведите. Ну, окей. А чувак такой, типа, я уже стар, мне терять нечего, буду вообще тут чляться, где хочу и как хочу. Вот это все. Очередной портал такой. А я не умею люмус. Это не простой сейф. Подозреваю, чтобы выбраться отсюда придется потрудиться. В каком-то чемпе не потрудиться? Вы думаете, это какое-то испытание? Что-то игра жестит самого начала. Ну, вот для чего оно задумано, я не знаю. Держитесь рядом. Если что-то пойдет не так, трансгрессировать отсюда не получится. Это как-никак гринкотт. А, логично. Скорее всего, это просто было бы. Да, чары очень сильные наложенные. Гринкотт защищен. Там максимум, наверное, трансгрессировать можно на метр вперед, на метр назад. Вот, вообще, это... Если это вообще работает. Ревелил. Все, что я убедил, ревелил. Мне это не поможет, вроде, задать заклинание силу. Снова это свечение, но теперь на полу. Окей. Ну, давай почитаем чуть-чуть. Таня. Что она сделала? Что произошло? Ой, там кто-то замерз. Мне нужно было мне приблизиться к этому свечению. Как оно заглубилось вокруг меня. Вы в порядке? Да, сэр. В полном. Это что было? Вы что-то сделали, и пол изменился. Это статуя. Статуя? Псс. Я вижу какую-то статую, но только как отражение в полу. Что происходит вообще? Не понимаю. Полагаю, ее-то отражение вы и видели. Да. Но по-прежнему на месте. Вот только смотрят они в разные стороны. Погодите. Когда вы отошли, отражение повернулось вслед за светом. Хм. Может вам применить люмус? А-а-а, все, ладно, я поняла. Значит, просто будут обучать в процессе вот этого дурдома? Люмус, разве люмус так просто? Люмус, да, у него даже символ такой, да. Треугольник недоделанный. Вы изучили люмус, который автоматически добавлен в ваш комплект. Заклинание. Освещает кончик вашей палочки. Окей. Нажмите фонарик нам дали. Отлично. Люмус. Теперь отражение повернулось ко мне. Оно и в самом деле реагирует на свет. Ли. Ой. И все. И хана. Что-то, наверное, не надо было. Мы делали дело. Сейчас разбираетесь. Это прям эти из... О, протега. Протега. А-а-а. Когда меня учил протега? Протега он до этого тебя научил. Протега нет. Нифига тебе он акцел. Не пульсо. Не пульсо. Я забыла, что говорила. Не не пульсо, а не пульсо. Я так не при помощи. Протега, не фига. Да, не резкий. А, это, короче, я говорила, что это эти из шахмата. Потега. Пи еще. Потега. Да, протега любимая засвинание Гарри Поттера. Протега. Это, видимо, который пучок просто энергии, вот это красное заклятие. Да, что-то пучок чего-то. Есть, какое-то там заклятие, да, что, типа, позвать на помощь, чтобы можно было. Это просто пучок энергии вот этой вот. Неплохо, неплохо. Может, алюма стыкнешь. Только как-то одним основным заклинанием-то не весело. Можно иметь такие же обширные заклинания, как фига. Что ты кричишь-то? Люмас, блин! А, люмас? А я думаю, застава какая-то. Ну, очевидно, надо вот туда. А если я хочу вот туда? Похоже, эти волшебные огоньки меня куда-то ведут. Нет, иди туда. Это пока все равно въезд вообще в происходящее. Потом, наверное, нет никакого смысла слишком. Прямо думаешь, ничего нет? Да, мне кажется, нет. Зачем, мне кажется, она бесконечная? Слушай, в Гринготсе, как и в Министерстве магии, огромное количество комнат, которые, типа, наполнены неизвестной магией и так далее. Поэтому запросто эта хрень бесконечная. О! У нас кто-то набегать умеет. Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. а так вот куда они меня вели снова это свечение при нее такой голос интересный получился о сундук 50 чего-то 50 чего оголе он у я если не все монеты обозначаются сайт однако не может думать и золото или верю если придется обходить со своими силами болеть и там отновременно повернуть а все одно я понял А, в принципе, в одной точке все сойдется. Да, да, да. Нужно сделать так, чтобы эти... Похожие выборки. Да мы догадались. Придется сражаться, чтобы выйти отсюда. Вот тегу. Вот, вот это то, как начинается у некоторых учебный день. Да, это стандартный день Гарри Поттера, блин. Словно. Ничего удивительного в этом нет. Контратаклати, огушить. Остолбиней, я не умею. Остолбиней удерживая, кулу, во время применения проте Гогушина. Ладно, допустим. Остолбиней. Красота. У него же звездочки на голову летают, блин, как мультика. Ой-ой-ой, прилетело по щам немножечко. Остолбиней. Что-то сужит, даст. Ай. Окружают. Да, я вижу. Да ты кого столбинеешь-то? Я не знаю. Его. Ай, я опять прилетела по голове. Кольте, кто-то немного, кстати. Но у тебя есть этот рябиновый отваг. А всё. Как его используют, кто-то не знает. Я разобрался со столбинейками. А как рябиновый отваг поменять, кто знает. Не знаю, но у тебя жизнь восстанавливается обратно. Отлично. Чё? А, Люмос. Хорошо. Люмосим. А, бежим. Люмос. Большая статуя. Опять битва. Ну, давай, долбинь. Давай. А, портал. Ещё похожую на арку из отдела тайны. А нет, опять портал. А где у нас профессор-то? Да всё, уже профессора можно забыть. Ничего нет нигде. Чё случилось? Ну, видимо, далеко нельзя отходить. Ладно. Идём в портал. Чё там тут делать? А, ну всё. Вот и всё. Никаких проблем. Это чё? Это... Что, это ом от памяти? Ом от памяти, да. Давай. В какой-то там части. Давай посмотрим, чё это такое. Первый раз, по-моему, появился в четвёртой части, если я не ошибаюсь. Да. Четвёртый. Может быть. Чё делать-то надо? Это чья-то память. Её надо вылить в омут и посмотреть. Профессор. Вот вы где. Как вам? А ты как вообще сюда попал? Что это за место? Я не знаю. Но вот это висело в воздухе над той чашей. Это не просто чаша. Это ом от памяти. В нём можно увидеть воспоминания. Интересно. А если ты представляешь воспоминания именно так, как ты его представляешь? Да, его можно изменить. Но ты должен верить в это. То есть, ты видишь то воспоминание, которое ты запомнил. Делайте, как я. Тогда это наёбка. Поэтому их свежими нужно сохранять. За годы что-то может стереться. То есть, ты не можешь выудить воспоминания, если ты его не помнишь. Слизнор также наебал их. Они у него нашли воспоминания, где не было сказано. Он, короче, выгоняет Тома Редла, не говоря ему ничего про крестража. А в оригинальном воспоминании он ему сказал про крестража, рассказал про них. Персеваль. Интересно. Руквуд, кстати. Это озвучка Дамблдора? Нет. По-моему, да. Может быть, не знаю. Вот он сразу же. Сразу же такой. Вот тебе воспоминание. У меня такое ощущение, что она на реснички сходила. Свечение, которое окружает их. Да, сэр. Поразительно. Я что, вижу магию? Если точнее, следы очень древней магии. Магии, в существовании которой Мириам была так уверена, но так и не сумела. Мириам, а возможно и Джордж, погибли, желая отыскать знания, столетиями остававшиеся тайной. Ладно. И похоже, именно вы способны пролить свет на причины их гибели. Мы бы... Одна только что тут все было совсем иначе. Кто-то идет. Кто это был? Не знаю. Ну, сэр, вам сюда нельзя. О, господи. Я был прав. Ран, Рок. Похоже, моя репутация опережает меня. Я уже начал думать, что никто и не посетит хранилище Рекхэма. А что ты здесь забыл? Спокойней. Просто отдай мне то, что ты здесь нашел, и мы забудем старые обиды. Нет. Ничего здесь не нашли. Сэр, у них был ключ от сейфа. Хорошо подумай, что ты сейчас скажешь. И я... Я лишь хотела сказать, что порядок доступа к сейфу номер 12 обозначен четко. Сэр, я вынужден настаивать. Я вправе допустить в сейф лишь того, у кого есть ключ. А у вас... Эх, бедняга. Он всего лишь выполнял свою работу. Терпеть не могу предателей. Че он тебе не предал? Он гоблин. И что? Уредал своих. Кошмар. Ты ничего от меня не получишь. Ну ладно. Может быть, твоя юная спутница окажется подговорчивее. Да иди ты нахер, я учиться пошла. Вот и поехали, от этого магия. А он с палочки, пофиг ему. А гоблины же магические существа. Как и эти эльфы. Я не знаю, насколько гоблины сильные. Вот эльфы, кстати, по сути, очень сильные. Но им не нужна власть. Ого! Защита активировалась, видимо. Че пришел? Возможно, планы. Либо банк, либо хранилик, я не знаю че. Нет, скорее всего, защитное хранилище. Человек в юбке бегает. Тоже странное. Если ты не услышал, он кашлял. Было подписано. Я знаю, как отсюда выбраться. Давай кувалим отсюда, на этом. Беги! Мне нравится твоя озвучка, Дед, давай и ты не умрешь. Все. И где они нахер? Успехается, отдувается. Ох, эх. Вы в порядке? Да, сэр. Какой же могущественный гоблин? Похоже, моя магия на него даже не действует. Но пенсия просто пора уже. Нет, 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 нет. Где мы? Что это, запретный лес? Быть не может. Похоже, те, кто оставил здесь омут памяти, этот медальон и создал весь этот путь, хотели, чтобы именно вы оказались здесь. Какого хрена происходит? Нас еще ждет церемония. А, ну в Хогвартсе? Да кейти говорит, походу, запретный лес. Судя по тому, что он так уверенно пошел. А, ну, недалеко. Ну? Поезд только приехал. Надо как-то не опоздать. А, ну, я вообще не знаю, почему мы не на поезде ехали. Минимал, он нас должен был доставить поезд, или он сразу напрямую в замок идёт. Он, наверное, напрямую нас хотел доставить, потому что мы так тут... С одной стороны, в первый раз, с другой стороны, мы не с первокашками, и так было. Оооо... Во второй серии мы дошли! Если мечтали поучиться в Хогвартсе, наконец-то это возможно. Ура. Красота. Сейчас гигантские заставки. Ох, уже эти вступительные ролики, они, конечно, гигантские. Ой, не говори. По-моему, это где рассказывали? В Киберпанке? Там, типа, все думали, что игра закончилась, а это только заставка. Ну, там-то тоже долго идёт всё. Ну, не до такой степени, мне кажется, она там ещё дольше. Очень красиво всё сделано. Охренительно всё сделано. Я... Открывай! Церемонию мы ещё не пропустили. А, кстати, каком бы факультете-то учимся, я не понял. Я, конечно, не эксперт, но, кажется, так будет уместнее. О, наконец-то. А теперь нужно скорее заняться этим медальоном, но сперва известить министерство. Интересно, почему так нельзя в жизни? Да, Джорджи и предупредить о рамке. А, теперь оделся. То, что произошло сегодня, останется тайной между вами и мной. Разумеется, сэр. Спасибо. Ну, что, вы готовы к церемонии? Не знаю насчёт тайны. Ты вообще куда затянуто бедную девочку? На суще девочка получилась очень миленькая. О, пусть ли. Характерный их вид. Эм, чё за дед? Хм. Ну ладно. А чё с залом? Странника выглядит. Финас, Найджелс, Блэк. Блэк! Найджелс. Будем сейчас вас знакомить. С нашим директором. А чё он так говорит? А, он директор. Фиг. Всё-таки снизошли до нас? Церемония уже завершилась. Возникли... Затруднения. Затруднения? Ситуация с гоблинами довольно. Гоблины. Не надо слухов, фиг. Не испытывайте остатки моего терпения. Вот и всё. Если изволите, то пройдите церемонию распределения. Ладно. А куда меня распределят-то? Поговори. Мы сейчас посмотрим. Я не знаю, как это работает. Ладно. Какие у меня показатели? На Поттер Мор, который сейчас, по-моему, Wizard World, я в Слизерине. А ты на моей памяти, по-моему, проходил, получается, в Грифингдор. Профессор Уизли, мы распределили ещё не все. Окей. Отлично. Вы как раз вовремя присаживайтесь. Это вместо профессора Маконагалл профессор Уизли? Ну, а чё, нет? Какая-то уже милая женщина. Вот она, шляпа. Все, наверное, в шоке, чё происходит вообще. О, что я чувствую, давай. Какая большая голова. Давно меня на такие не надевали. И чё она? А надо же, ты постарше остальных, не так ли? У тебя уже есть свои предпочтения и предубеждения, некоторые ожидания. Так, скорее бы начать учиться, скорее бы следовать замок. Даже не знаю, что меня больше впечатляет. Наверное, следовать замок. Да, следовать. Слушай. Мне очень хочется поскорее изучить Хогвартс и все окружающие его земли. Дух приключений. Дух приключений впрямь способствует открытиям. Но не забывай, что преподаватели могут очень многому научить. Любопытно. Я что-то чувствую в тебе. Некую черту характера. Какую же? Какую? У неё такой вид. Отважен, бывательность, верность, амбиции. Я очень амбициозный. Но я не отважен. Любознателен, ну, возможно. Верный навряд ли. Сразу можно это откинуть. Я думаю, ачивки это амбиции. Амбиции будут. Амбициозность? Может, меня и интересуют только мои цели, но в жизни важно добиваться желаемого. Вот именно. Угадайте, куда мы начинаем катиться. Жажду власть. Я чувствую тебе растущие амбиции и жажду власти. Возможно, твоё место в Слизерине. Все? Слизерин. Распределяешься, говоришь, шляпы и ты слизерин. Я думаю... Слушай, давай, что она нам выбрала, в принципе, туда я поеду. Слизерин так сказала, что слизерин. Слизерин. А тут очки есть? Наверное. Ты мне тут ещё не ввели систему очков. Это... А! Ты мне зелёный перекрасил обувь. Да. Удобно, да? А вот чё радуетесь? А чё вы не порадоваться? Ещё девчонку распределили. Мальчики вообще, наверное, в шоке. Ещё кое-что. Из-за несчастного случая прошлой весной, в этом году, все соревнования по квиддичу отменяются. Ибо нам не хотелось загружать игру ещё и этим, оптимизировать это всё, да? Тихо. Можно подумать, я запретил все полёты вообще. Хотя, ещё не поздно. Ученики обязаны прежде всего думать об учёбе. Что ж, завтра много занятий, и вам надо подготовиться. Как... Как удобно. Ну да, я запретил. Я сказал, завтра много занятий, и вам надо подготовиться. А ну-ка. Валите. А чё девочки даже поесть не дали? Эффектное появление. Давайте знакомиться. Я... Профессор Уизли. Извольте сопроводить нашего нежданчика в гостиную. Как раз я, милый, милый, милый. Как раз я, милый, милый. Окей. Я забыла, как Блэка был. Я профессор Уизли. Радо знакомству. Приехал, знакомиться, профессор. Моя обязанность, как заместитель и директора, проводить вас в гостиную. Нам сюда. Как... Вот, о чём я хотел сказать. Насколько удобно, если кто-то что-то возмущается. Но, возмущайтесь, как бы, я же не запретил это. Ну да. Хотя, ещё не поздно, и это тоже запретил. Да-да-да-да-да-да-да. Умой, вас это не пугает. Я приложу все усилия. Я не забываюсь. Да-да. А вот и вход в гостиную с Лизарина. Чтобы войти, нужно лишь произнести пароль. Стремление. Охренеть. Ты кого-то ж пароль не знал. То есть, хотя бы нормальный пароль. Хорошо. В Гриффиндоре всё время какие-то были то слизни, то ещё что-нибудь. Стремление. Вау. Змейка открыла мне путь. Спасибо, как. Окей. Отлично. А теперь советую вам выспаться. Завтра очень важный день. Утром я приду, чтобы проводить вас на первый урок. Спасибо, профессор Уизли. Не за что. Надеюсь, первая ночь пройдёт спокойно. Приятных снов. Но лучше, чем день. А. Ладно. Красота. Утренний Хогвардс пошёл. Всё зелёное, как ты любишь. Ну, хоть красивенько. Очень классная у меня дошла спальня. Хочешь, всё ушли. Надо поспешить в гостиную. Да как хера ли ты спишь, так как это? А чё? Высыпаться это очень важно. Жди, чё делать-то надо? Идите в свою гостиную. Чё ты думаешь, там кто-нибудь это скрывает вибратор? Ревелил. Кстати, наверное, работать не будет. Прикинь, что я сейчас осознала. Ты представляешь? Да, тут всё электрильника не будет работать. Обалдеть. Бедные маги. Как они живут без этого? Эм. Вот это что такое? А можно мне? Ты яблоко спитил? Нифига. Ты уже с этого начинаешь игру, да? Сундук искать. Видите, две монеты у кого-то. Подтянул из ящичка. Масочка красивая какая-то играет. Ладно. Валим от себя. Подожди, я чё-то запутался. Немножко. Прям какие типичные подземелья? Это всё гостиные прям. Это всё-то ещё спальни? Это всё получается крыло девочек? И это спальни, да? Ну, на 7 факультетов, на 7 курсов должно быть 7 спален, по сути. О, яблочко ещё. Ну, ладно. Музыка такая играет в стиле дебюси лунного света, что-то такое, да? Ещё 31 монету у кого-то подтянул. Ну, аж, блядь, началось. То есть ты решил был быть гандоном с самого начала? Нет, ну... Это же Хогвартс. И чё? Мы с Лизериней. Тут положено быть уже нам. Чем? А, Люмас. А, Люмас. А, ты чё такое? Это что? Нихрена себе, она умяла. Ты видел за два укуса, блин? Тартик. Это тебе не... Ревелия, не ревелия. Ладно, тут ещё ничего не понятно, тут ничего нет. Всё такое немножечко пыльное. Сыграешь? Там картине плохо немножко. Ладно. Так что? Это... Неведомый зверь. А, навалим. Куда-то у нас задание, видимо, нам ещё ещё нельзя. Полагаю, нужно представиться. Ну, давайте. Представьтесь, Эмельди, Омнису и Себастьяна. Интересно, откуда таких присылают? А тут кому повезло куда больше, чем тому бедняге из Министерства, которого сажал дракон. Ты зачем читаешь? Я их слышу. А я нет. Какие-то все недружелюбные, я тебе скажу. Какие-то все агрессивные к тебе. Мы будем самой пассивно-агрессивной тварью здесь. Так, это кто? Себастьян Селлоу. Слышишь, здорово. Привет всем, потяжка. Чем могу помочь? А, это же ты, новая пятикурсница. Я Себастьян Селлоу. Добро пожаловать на Слизарин. Спасибо. Не всех провожает в школу представитель Министерства. Это был друг профессора Фига, присоединившийся к нам в пути. Все равно, весьма впечатляюще. Угу, я сделала же попасть в такую передрягу. Хорошо, что вы с фигом в порядке. Это было захватывающе. Это было ужасно, правда. Но в то же время весьма захватывающе. Занятно, что ты так на это смотришь. Как же вам с фигом удалось уйти? Если честно, все до сих пор как в тумане. Я не настаиваю. Ты пока устраивайся. Позже поговорим. Ладно. А что ты читал? Что ты читал? Что за книгу ты читал? Да так, одну книгу заклинаний. Есть парочка занятных, но не совсем то, что мне нужно. Думаю, ты скоро поймешь, что далеко не все нужные заклинания можно найти в наших учебниках. Хм. Типичный Слизарин. Это ты чем? То есть, в Хогварте не учат некоторым заклинаниям? Интересно, каким? Кажется, я нашел родственную душу. Ха-ха. Обсудим это в следующий раз. Вот и кидавра. Приятно было познакомиться. Удачи. Мы знали, к кому подойти. Ха-ха. Ладно, поехали. Поговорим еще с парочкой девочков. Мм. Делаешь так, проиграешь. Точно говорю. Оу. А шахматы здесь есть, шахматы нормальные? Ах, надеюсь, ты не станешь делать этот ход. Вот, смотри. Потом не говори, что я не предупреждала. Вот и все. Шахмат. Я же говорила. Я же говорила. Вот и хотела, что те люди. Зря она меня не послушала. А, я знаю, кто ты. Ты новая Слизаринка, которая приехала прошлым битером с профессором Фигом. Интересная тактика в первый же день в школе привлечь все внимание к себе. Блин, что ты ебаешься? У меня с вами не было. Я бы отвлекла этого дракона. Все знают, что я летаю на метле лучше всех. Понятно. С этим общаться не будем. Ну, мы справились сами. Мы и так справились. К тому же, думаю, ты недооцениваешь дракона. Он бы поджег твою метлу. Ха. Навряд ли. Может, однажды я чему-нибудь научу тебя. Я знаю о полетах куда больше, чем Кагава. К слову сказать, пойду-ка я немного потренируюсь перед занятиями. Похоже, что ты знаток волшебных шахмат. Ну да. Похоже, ты знаток волшебных шахмат. Ты ведь заметила, что тут мальчишка может проиграть? Не особо. Скучноватое занятие, как по мне. К тому же, в шахматах нет ничего сложного. Все настолько очевидно, что даже странно, как никто этого не замечает. У меня уже это... У тебя хватает времени на полеты в дни занятий? Я его нахожу. Ничто не прочищает голову так, как полет между башнями замка и над полем для Квидича. Душнила просто будем ее называть. Забываем ее имя. Это Душнила местная. До свидания. Приятно было познакомиться. До свидания. Так, подойдем, поговорим. Там краснавчик, это Душнила. С товарищем Омнисом. Омнис. Он... Какая фамилия? Кажется, я что-то слышала. Мракс, по-моему. Мракс? Мракс. Серьезно? Вряд ли мы интересны русалкам. Ого! Он слепой, что ли? Судя по оживлению в гостиной, ты есть новая пятикурсница. Я Омнис. У нас все так это глаза белые. Приятно познакомиться, Омнис. А ты знаешь толк в эффектных появлениях. И смотрит он не на меня. Опять? Да я люблю привлекать внимание. Нет, нет, запоминаю еще скорее ужасно. Да нет уж, куда лучше было бы приехать сюда вовремя и без встречи с драконом. Понимаю. Это ужасно. И страшно. Мракс. Хорошо, что ты на Слизерине. Если тебе в чем-то понадобится помощь, то обращайся. Он прямо на следник Слизерина. А ты... Ты ожидал, что тебя распределят в Слизерин? Конечно. Разумеется. Моя семья со стороны отца. Прямые потомки Салазара Слизерина. Одного из основателей Хогвартса. Скажу честно, я этим не особо горжусь. Он был повернут на чистоте крови. До ужаса повернут. К сожалению, большинство потомков разделяют его точку зрения. Окей, русалки. Кажется, кто-то из учеников сказал, что слышал русалку. Да. Но о русалках, подплывающих к окну, я еще не слышал. Отчего же не подыграть? Некоторые ученики так и торчали часами у окна. Ладно, приятно познакомиться. Спасибо, Оменис. Приятно с тобой познакомиться. Полностью взаимно. Не стесняйся. Так вы просто русалок подзываете. Их же надо подзывать. Отстань. Кто-то ждет тебя возле лестницы. Кто? Че-то надо. Это уже будем узнавать. Подожди, я хочу русалку позвать. Русалка. Схрена ли она к тебе подплывет-то? Да и русалки там, на самом деле, не симпатичные в Гарри Поттере, нифига. Чего? Это? Ты что сделал? По-моему, это была чуть-чуть гигантская. И там вообще живет гигантская какая-то скотина, которая... Подожди. То есть, подожди. Нам предполагают, что гостиная Сызарина находится под водой. То есть, она находится вот на глубине озера, которое Хогвартс окружает. Не помню, как она называется, правда? Ну, видимо, да. Ну, ладненько. Ладно, давайте уже дальше изучать Хогвартс в следующих сериях. Поэтому спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.